Оперативная обстановка за прошедшие сутки. И надо сказать, что есть тенденция снижения боевой активности на линии фронта, а именно за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Всего враг нанес 13 ракетных и 66 авиационных ударов. Совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в ближайшей глубине от линии фронта. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Среди которых есть и дети, в том числе, что самое страшное на сегодняшний день. Разрушения и повреждения получил как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары российской авиации наносились в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь российских захватчиков попало более 110 населенных пунктов Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. К сожалению, вся география линий соприкосновения с Рашистской Федерацией, как по государственной границе, так и по линии фронта. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север, Волынское-Полесское направление, здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на другие угрожающие оперативные направления. И наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. То есть здесь обстановка остается крайне тяжелая, но стабильная и контролируемая со стороны Вооруженных сил или Сил обороны Украины. Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И это Купинское направление. Здесь наши воины отразили 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Все атаки были отражены, линия фронта осталась без изменений. Ну и как я говорил, на Купинском направлении видите 2 атаки, 3 атаки, 5 атак. То есть интенсивность боевых действий немного спала. Ливанское направление. То же самое, если мы вчера говорили о довольно серьезном натиске со стороны врага, то сегодня только в районе населенного пункта Тернов Донецкой области было предпринято 4 попытки атаковать наши позиции вражескими войсками. Все 4 попытки были неуспешные для врага. Он понес потери и отступил на исходные рубежи. Далее Бахмутское направление. Тут силами обороны Украины тоже было отражено 4 атаки. И в основном они были произведены в районе Ивановского и Клещиевки. Линия фронта остается без изменений. Враг успеха не имел, понес потери и отступил. Далее наступает зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. Авдеевское направление открывает эту зону ответственности. И да, оно продолжает оставаться крайне тяжелым на сегодняшний день. Вражеские войска пытаются насытить линию фронта личным составом. Там реально, как я вам уже говорил, идет насыщение, идет толкучка. Там, где есть хоть какое-то укрытие, ямка, дом или подвал, они туда набивают целую кучу народа. Для того, чтобы потом гнать их в атаку на наши позиции. К сожалению, имеет частичный успех враг в Авдеевке, в основном в районе частного сектора. Они вышли к железной дороге, но дальше железной дороги наши войска им двинуться не дали. То есть, трассу, дорогу жизни перерезать они не смогли. По некоторым данным, расстояние до этой трассы там составляет примерно 600-800 метров. Да, это практически дальность прицельного огня автомата, она до 1000 метров современного. Но, тем не менее, враг не может перерезать эту трассу полностью. И сообщество снабжения гарнизона продолжается. Что они сделали? Они решили идти на замыкание Малого кольца. По карте вы видите, что они вдоль железной дороги стали продвигаться на восток. Это в частном секторе, пытаясь замкнуть кольцо северо-восточной части Авдеевского, вокруг северо-восточной части Авдеевского плацдарма. Всего враг предпринял 19 атак на северном фланге. К сожалению, имел успех частично. Я уже вам описал, где и какой. На карте вы это видите. Южный фланг. Здесь более стабильная ситуация. Несмотря на всю тяжесть боев, которые там происходят, и в районе Первомайского и Невельского, 7 атак было предпринято варшистскими войсками, ни одна из которых не увенчалась успехом. Линия фронта на южном фланге Авдеевского оперативного направления остается неизменной. Маринское направление. Тут наши воины продолжают тоже сдерживать противника. И вот здесь, кстати, в прошедшие сутки на Маринском направлении мы видим реальную ситуацию. Качели, тяни толкай. Если в районе Георгиевки Победы враг имел частичный успех и продвинулся на несколько сотен метров вглубь нашей обороны, не смогли мы отразить все атаки на этом участке оперативного направления, то в районе Новомихайловки, наоборот, наши войска отбросили рашистов и частично вернули ранее утраченные позиции. Всего на Маринском оперативном направлении за прошедшие сутки было зафиксировано 16 атак противника. Шахтерское направление. Тут, наоборот, враг пока что наступательных действий не проводил. Линия фронта без изменений. Но, тем не менее, позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими ударами продолжаются постоянно. Заборожское направление. Тут силы обороны Украины отбили атаку оккупантов западнее вербового. Больше боевой активности на этом направлении враг не проявлял. Линия фронта на Работинском выступе остается без изменений. Ну и у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Вот херсонское направление. Здесь, несмотря на значительные потери, враг продолжает не оставлять попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил здесь два штурма наших позиций. Тоже, видите, количество штурмов упало. Было даже 9-11. Вчера 4 и сегодня уже 2 штурма. Не принесли эти штурмы успеха врагу. Наоборот, они понесли довольно существенные потери и отступили на исходные рубежи. За последние сутки авиация сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по двум складам боеприпасов, двум артиллерийским районам огневых позиций артиллерии и логистическому хабу противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 910 оккупантов, в технике вооружения в танках 2 единицы, боевые бронированные машины 22 единицы, артиллерийские системы 24 единицы, реактивных систем залпового огня 1 единица, беспилотников оперативно-тактического уровня 18 единиц, крылатая ракета 1 единица, автомобильной техники 38 единиц и специальной техники 4 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!